КОФЕ БРЕЙК Как-то оно ясно, когда у тебя забирают деньги, никто этого не любит. Но вот некоторые умудряются все-таки проявить свою любовь. И о тех, и о других. Расскажите, как вас встречают, о своем имидже, наверное, так более. Да, действительно, есть такое отношение, что у населения в большинстве случаев к приставам, как относится к людям с хмурым взглядом, которые приходят по адресу для взыскания задолженности, для ареста имущества. Но, однако, круг должностных обязанностей, то есть круг, спектр работы очень широкий. Законодательством на службу судебных приставов возложены три задачи. Основное – это обеспечение правопорядка в судах, обеспечение безопасности судей и участников судебных заседаний сотрудников суда. Второе – это принудительное исполнение решений суда и иных актов уполномоченных органов, так называемых, исполненных документов. И третье – это уголовное судопроизводство. Действительно, когда принято, допустим, судебное решение, когда человек прошел все круги, как говорится, судебных обив пороги, все судебные инстанции, и осталось всего, казалось бы, последний шаг сделать, взыскать, допустим, если задолженность. Но судебные решения могут быть не только взысканием задолженности. Придя в службу судебных приставов, они могут столкнуться с тем, что, как пример, должник, он ведь мог и от имущества, и избавиться, оформить на третьих лиц недобросовестный должник, который не согласен, допустим, судебным решениям и не согласен, допустим, оплачивать такую задолженность. Взыскатели, ознакомившись с материалами исполненных производств после проверки имущественного положения, да, действительно соглашаются, да, действительно надо было бы лучше на стадии суда походатайствовать о каких-либо обеспечительных мерах, как запрет на регистрационные действия. — Ну, а вот вообще, если мы об этом сейчас заговорили, то интересный такой вопрос, какова вообще структура, да, вот как процесс этот происходит, то есть почему вдруг кому-то приходят уже судебные приставы и пытаются описать имущество, забрать имущество и так далее. То есть если мы сейчас о долгах говорим, то есть мы обсудили три ветви. Это одна из самых, наверное, все-таки основных работ для судебных приставов, это все-таки вот именно, ну, как взыскание, да, получается, вот приведение в действие решения суда. Так ведь получается? Вот как это все, весь процесс происходит, как вам приходит это дело, то есть ведь это тоже довольно-таки, насколько я понимаю, продолжительный процесс. — Если говорить о судебных решениях, давайте для начала просто озвучу, судебные решения, люди обращаются в суд, если говорить о судебных решениях, люди обращаются в суд с разными вопросами. Это не только взыскание задолженности, да, львиная доля приходится на, то есть финансово-материальные взаимоотношения какие-либо между гражданами, организациями и сторонами, вот, но есть, решение суда может быть разное. Это могут быть и вселение, выселение, снос, определение порядка общения с ребенком и так далее, и так далее. То есть такое, какие правоотношения, то есть взаимоотношения пытаются урегулировать, такие суда, в службу приставов и поступают решения. Каждое решение, судебное решение, должно быть приставом-исполнителем, исполненное, как-то вам сказать, к слову-слову, буква в букву. Судебный пристав не может по-своему как-то интерпретировать, понимать или как-то по-своему давать оценку или судебное решение. Право человеческую оценку, да, то есть войти в положение. Да, но не имеет права, получается, уже. Да, если пристав-исполнитель может обратиться в суд за разъяснением порядка исполнения. И к тому же в судебных решениях, исполнительные листы, там не указывается, не расписывается, с чего история началась, чем какие-то были какие-то моменты. Там просто односложно и четко ясно. Заискать, допустим, передать, снести, выселить, все идти. И оно должно быть исполнено. То есть вы вот именно тот вот такой вот большой, ну, допустим, если я как человек, как гражданин, да, вот обратившись в суд, или там, ну, то есть это все дело производства, которое было, то есть все что-то, большая такая доля наваливается на тебя, вот этих вот каких-то эмоциональных отношений, взаимоотношений с судом, с тем же самым мысом или же там, наоборот, ответчиком, да, все это вот происходит. Вас это вообще практически не касается, и вы это на себя как бы не прочувствовали, вот это, да, получается? Ну, как же не прочувствовали. Работа в службе – это огромная, огромная психологическая нагрузка, огромная, потому что люди действительно приходят, действительно приходят со своими проблемами, их нужно выслушать, им нужно все разъяснить, им нужно помочь. Люди обращаются за помощью, поэтому не может быть, как машины, как-то поработать, не пытаясь вникнуть в суть проблемы, в суть проблемы. Наш руководитель управления говорит, что приступ-исполнитель должен быть в какой-то мере, то есть юристом, экономистом, психологом и спецназовцем. Ну, это что касается обеспечения правопорядка в судах, имеется в виду. Поступает решение, исполнительный документ, к исполнительным документам относятся не только судебные решения, это и акты уполномоченных органов, то есть постановление решения ГИБДД, пенсионного фонда, налоговых органов и так далее. Поступая в течение трех суток при поступлении, судебный пристав должен принять решение либо о возбуждении исполнительного производства, либо об отказе возбуждения исполнительного производства, либо о передаче по, соответственно, территориальности, по месту исполнения. После возбуждения исполнительного производства направляется копия возбуждения, надлежащего извещения должника предоставляется пять суток для добровольной оплаты задолженности, если речь идет о задолженности для добровольного исполнения. После этого уже в случае, если должник не желает какие-то меры по уклонению, уклоняется, то уже применяются меры принудительного взыскания. Проверяется имущественное положение должника и меры обеспечительного характера, побудительного характера, то есть вносится. И уже происходит принудительное взыскание. — Кофе-брейк программа продолжается, друзья. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня начальник Умертавского городского отдела судебных приставов Ногуманов Вадим Каримович. — Да, ну, я как понимаю, то, что самые вот такие вопросы актуальны и для многих горожан, да, это вот как все это происходит. Ну, вот мы примерно сказали, то есть это вот долги и так далее, и так далее, да, там со штрафами как взыскиваются они и так далее, как все это происходит. Но вот еще, прежде чем вот к этой основной части перейти, вот хотелось бы узнать, чтобы понять, как работает служба судебных приставов, вот структуру узнать, да, то есть как вы, то есть один человек, один инспектор, я правильно называю, сотрудник службы судебных приставов, он занимается и тем, и тем, и тем другим, то есть там и в суде находится, или же все-таки какое-то есть распределение, какая-то градация в исполнении своих обязанностей? — В штате Кумиртавского городского отдела нашего 33 сейчас человека по штату, штат укомплектован в прошлом месяце полностью. Вот, у нас кроме начальника отдела три заместителя по отдельным линиям, по линии дознания, по линии ОПДС, по линии организационно-управленческой деятельности, по линии исполнения производства, у нас 15 судебных приставов исполнителей, у нас два дознавателя, у нас 6 приставов по обеспечению устанавливания порядка деятельности судов, у нас 4 помощника судебных приставов исполнителей и один главный специалист по депозиту. Если говорить по ним вкратце, по приставам исполнителя, то есть у каждого есть свой зональный участок, который по территориальности подразделяется, либо по категориям. У нас приставов исполнителей занимается по взысканию задолженности юридических лиц, один приставов исполнителей, у нас 3 приставов исполнителей занимаются взысканием алиментов, у нас 6 приставов по устанавливанию порядка деятельности судов, физически развитые парни. Они практически в основном дежурят в судах, то есть они занимаются у нас принудительным приводом лиц, уклоняющиеся, скрывающиеся. Они осуществляют пропускной режим здания суда, они осуществляют проверку здания, помещений суда и осуществляют охрану участников от посягательства. Ну и, соответственно, специалист по депозиту занимается распределением денежных средств по перечислению помощников, исполнителей, которые занимаются технической работой, то есть подготовкой проектов, документов, постановлений, то есть подготовкой материалов для сдачи в архив, абсилонов, вызовов должников и так далее. Ну, соответственно, два задознавателя — это уголовные суда производства, расследование в направлении уголовного дела в суд. То есть я вот сейчас услышал, да, три человека, кто занимается алиментами. Всего? Ну, нет, не всего, там, ты понимаешь, самое большое, да, такое направление деятельности или нет? Если говорить по количеству, нет. Нет, у нас на исполнении на сегодняшний день находятся в пределах 600 исполнепроизводств по алиментам. Это не говорит, что, конечно, что в городе у нас 600 должников. У нас 600, то есть это остаток исполнепроизводств, которые должники уклоняются. — Злостные, скажем так. — Можно, да, так сказать, что злостные уклоняются, пытаются не платить алименты, избегают от явки и так далее. — Ну, вот если уж про алименты заговорили, да, 600 человек, но это, опять же-таки, это только самое злостное, и это большая ведь сумма там получается. Вообще, как и происходит вот это начисление, да, то есть сколько алиментов там должны, потому что здесь ведь очень довольно-таки сложноватая получается система или нет. Ведь сумма-то большая набегает, вот когда человек там… — Не платит годами. — Не платит, да. — При обращении в суд, суд выносит решение о взыскании алиментов с родителя, либо с родителя, либо в твердой сумме, либо взыскивать часть дохода, периодические платежи. В основном на одного ребенка, то есть практику подзага, одна четвертая часть дохода взыскивается. — 25% заработной платы. — Да. Одна треть заработка на двоих детей, половина заработка, то есть, соответственно, на троих. — И больше. — Нет, это только если троих, да? Ага, понятненько. — Я имею в виду по части заработка. — Ну да, то есть, ну все, разобрались, значит, один, то 25%, если двое, то одна треть получается. — 33%, да, процента, если я не знаю? — Ну, одна треть. — Одна четвертая часть, одна третья, одна… — Одна вторая. — Одна восьмая. — Ну, соответственно, то есть… — То есть, вот здесь самый главный такой вот момент, это уяснить то, что если вдруг нет никаких данных о зарплате, да, получается… — Пристав-исполнитель обязан, то есть, установить источник дохода должника и направить на удержание источника дохода. — Если должником место работы не предоставляется, он скрывает свое место работы, то есть, или не работает, то ему долг начисляется по среднемесячной заработной плате по России. — Не от минимального труда, да, оплату за трудом? — Нет, ежемесячно, то есть, по постановлению правительства нам направляется, то есть, определенная сумма, вот, на данный месяц данного года среднемесячная заработная плата по России составляет такую сумму. — Из какая сумма сейчас примерно? — Сейчас в пределах 30-ти, то есть, она… Допустим, в конце года, квартала, когда… — Заработки вырастут, да. — …вырастают, то есть, за счет премиальных выплат или каких-либо… Там больше среднемесячная по России, в другие месяцы могут чуть меньше, чуть больше, то есть… И уже от этой суммы, соответственно, одна четвертая или одна третья, в зависимости от решения суда, то есть, начисляется задолженность. То есть… — Расчет задолженности. — Ну, грубо говоря, ориентируемся на 30 тысяч, в среднем, вот, по России заработная плата 30 тысяч, от этого начисляются алименты. — Это ежемесячно, то есть, если на одного ребенка 25 процентов… — Это там не от 5-6 тысяч, да, как сейчас считается? — А от 30. — А от 30, да, идет. То есть, вот так вот начисляется, да. — Если же должник… Ну, так, может быть, любая ситуация, может быть, любая ситуация, что у пристава-исполнителя, то есть, нет сведений об источнике дохода. Должник добросовестно придя, предоставив сведения, допустим, вот у меня заработная плата за такие-то месяцы, вот такая-то, решение суда звучит как строго. То есть, есть источник дохода, есть полученные, то есть, денежные средства, часть которых он должен направить на содержание ребенка. Пристав, соответственно, производит перерасчет задолженности. — То есть, как суд решит, да? То есть, как в суд обратятся, да, получается? Ну, то есть, могут там, ну, средние там 100 тысяч задолженностей или какая-то примерно? — Есть, есть. То есть, от 100 есть выше. — А вы работаете из-за… А вы можете из-за должности от 2 тысяч, да, если решение сюда пришло? — Тот, кто вот алименты платит, да, вот есть определенная какая-нибудь градация, от которой он говорит, ну, у меня дети пока еще задолженность не очень большая, ко мне судебные приставы еще не придут. А вот там 50 тысяч, допустим, задолженности, я уже могу ждать к тебе в гости судебных приставов. — Нет, нет, нет. Оно после решения суда, то есть, если… Может быть направлено непосредственно на удержание сразу по месту работы, минуя приставов, службы судебных приставов. Ну, если же, как говорится, взыскателям предоставлено направлено на… Это может быть и суд направить судебным приставам решение, и взыскатель предъявить на исполнение. И, соответственно, то есть, приступаем к исполнению. — Если должником предоставлен добросовестный должник, то есть, говорит, я вот работаю вот здесь, вот это место работы, то есть, я не отрицаю, вот, пожалуйста, направьте по месту работы, пусть, как говорится, с бухгалтерией с этого отчисляются, ежемесячно я не… — Не против, да? — Да, я… — Я за. — Я за, то есть, мне нужно заботиться о ребенке, и мне как-то и легче, то есть, ни самому, ни расчетом производить мне. Пожалуйста. — Слушайте, ну, есть наверняка такие нерадивые папаши, должники, так скажем их, которые просто отказываются, например, платить, а как в данном случае вы добиваетесь результатов? — Сразу скажу, что могут быть алименты взыскиваться не только с нерадивых папаш, у нас и с матерей тоже. — Нерадивые мамаши тоже есть? — Есть. — Хорошо, пускай… — С нерадивых родителей. — Да. — С нерадивых родителей. — Как вы добиваетесь результатов с тех, кто не хочет платить сами? — Применяются меры обеспечительного характера, то есть, проводится проверка имущественного положения. — В случае, если будет выявлено явное злостное уклонение, то есть, приступ исполнитель имеет право привлекать к административной ответственности, собирать материалы, направлять, то есть, для привлечения к уголовной ответственности, если имеются признаки состава преступления. — Поставляет требования, которые должны быть исполнены. — Меры обеспечительного характера выносят запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, в отношении недвижимого имущества, выносят запрет на выезд, ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. — Накладывает аресты на счета, то есть, производит розыск счетов и арест, списание денежных средств и счетов, и так далее. Меры принудительного характера, то есть, исполнение… — Как долго вот это все выбивается? То есть, это же понятно, может быть, человек пойдет сразу, да, на встречу, и, соответственно, пойдет, и оплатит алименты, и все сделает. А может быть такое, что он будет уклоняться, он будет избегать всячески разного, то есть, такое действительно может быть, что длится годами? — Алименты, алименты, то есть, взыскиваются до достижения совершеннолетия. — Ну, я понимаю, что до совершеннолетия, я про результаты, то есть, человек не хочет платить алименты и всячески разного, то, что вы сейчас перечислили все эти методы, да, разнообразные, и человек все равно будет всего этого избегать, и никакого наказания ему не будет. Такое тоже быть возможно или такое невозможно априори? — Если в случае, если зло не уклоняется, должно быть, если он имеет возможность оплачивать алименты, но целенаправленно, систематически избегает, если и направляет деньги, средства на иные нужды, не связанные, то есть, на содержание ребенка, и это будет пристально, то есть, это все закрепляется, все выявляется, закрепляется, собирается, считается, сбор материалов. — Возбуждается уголовное дело. — То есть, вот, хотела задать вопрос, что бывает с злостным алиментщиком? — Это в отношении злостных неплательщиков алиментов. Направляется материал и дело в суд. Судебная практика показывает, суд выносит решение по принудительным работам, направляет на принудительные работы. — И трудоустроят органы исполнения наказания, трудоустроят его в РЭО, то есть, как говорится, какие организации, и уже с места трудоустройства взыскиваются алименты, удерживаются алименты, то есть, заработка. Если же должник продолжает уклоняться, не желает, так, даже в этом случае, органы исполнения наказания выходят с ходатайством в суд о замене на реальное лишение свободы. То есть, может быть и такое. И даже в том случае судебный пристав исполнитель по месту удушения свободы направляет ходатайство о трудоустройстве осужденной, то есть, и взыскание, удержание заработка на содержание банка. — Я так понимаю, это касается не только алиментщиков и злостных, и так далее. Это, наверное, то же самое, что и с долгами по ЖКХ. Нет? Здесь немножко по-другому. — Алименты. — Ну, про алименты мне лично уже все понятно. — Ну, мы так, раз уж переходим на долги ЖКХ, да. — Да, давайте уже про должников по ЖКХ, про долги ЖКХ поговорим, как здесь процедура проходит. — Потому что просто сейчас даже вот новое восстановление вышло, да, что касается... — По капремонту. — Да, по капитальному ремонту, о том, что сейчас и пение начисляется, опять же-таки уже отправляется... — И в суд отправляются дела, то, что, да, оригинальный оператор, то, что... — Были уже прецеденты... — У нас в республике, да. — В республике, да, когда и к судебным приставам обращались здесь. То есть у нас, то есть, ну, это не в городе Кумертау, естественно, то есть, чего-то добивались. Что у нас, как обстоят дела с долговикой ЖКХ? — У нас исполнитель производства, пользу ЖКХ, они у нас на особом контроле. Они на контроле у нас, не только у нас, у нас у главы администрации на контроле, у нас было операционное совещание, где мы определились то, то есть, по мероприятиям, по совместным мероприятиям с РЭО, по рейдовым мероприятиям и другим, по взысканию задолженности по ЖКХ, ЖКХ, по железнокоммунальному задолженностям. Вот, здесь что хотелось бы сказать? Хотелось бы, единственное, пожелать жителям нашего города быть ответственными и заблаговременно предусмотрительными. Потому что неоплата ЖКХ на численные суммы, она же может повлечь, то есть, в случае неоплаты, кроме пения, кроме вот этого, в службе судебных приставов взыскивается исполнитель сбора, могут быть взысканы расходы по совершению исполнительных действий. Исполнитель сбора у нас, кстати говоря, 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей. Поэтому, просьба оплачивать своевременно задолженности, потому что эти средства, они идут на... На твой же дом идут средства, в принципе. Да, да. Для того, чтобы отопительный сезон был вовремя, как говорится, включен и пытат... Без происшествий прошел и так далее, да. То есть, это опять зависит от наших денег. Вот, я чуть возвращаюсь, я так понял, то, что если вдруг дело о долгах дошло до суда, дело о долгах дошло до судебных приставов, что с должника будут сниматься деньги, да, то есть не только за его долг, да, но еще за то, что вы работали, получается, 7%, да, как вы сказали? С приставов, но не менее 1000 рублей. То есть, с физических приставов? Да, с физических. А, с юридических еще больше, получается. Не менее 10 тысяч. А у нас вообще в городе такие прецеденты уже есть, когда через судебных приставов взымались долги за ЖКХ. Много таких делов, нет? Ну, по принятию ЖКХ у нас на принудительном исполнении на настоящий момент находится 1140 исполнителей производства. 1140? Это много? Не, ну, ну, представь это. Исходя из населения, я представляю, что 1000 – это не каплю в море, конечно, но... 1,6. Ну, грубо говоря, раздели там в среднем то, что семья там из... Ну, вы понимаете, прежде чем направить на принудительное исполнение, то есть органы, вот, ремонтно-эксплуатационных участков, они первоначально сами проводят максимально все возможное, чтобы взыскать эту задолженность. И к нам уже поступают, действительно, с которыми нужно работать с каждым точечно, отдельно. Это не говорит о том, что у нас всего лишь в пределах вот этой цифры неплательщиков ЖКХ. Их может быть больше, оно у нас находится на исполнении, на принудительственном пределах этой цифры. Для нашего города это большие суммы. Ну, то есть, если про 1000 говорить, да, 1000 квартир, грубо говоря, да, это получается? 1000 квартир, 1000 домов по ЖКХ. Ну, наверное, там, ну, юридических меньше там, конечно, получается. Ну, может, чуть меньше по лицам, по гражданам, по квартирам, потому что взыскивается солидарно с проживающим. Ну, то есть, грубо говоря, это брать квартиру на, да, и сколько там людей уже живут, ну, 1000, а там в среднем в квартире живут 2 человека, да, то есть 2060 человек, вот тут дело о судопроизводстве уже доходит до судебных приставов. Большая, на мой взгляд, цифра все-таки. Большая цифра. Давай прервемся. Здесь есть у нас вопрос от Вероники. Муж не платит алименты второй год. Имеется задолженность около 95 тысяч рублей. Работать официально он не собирается. А то судебное разбирательство с бывшим мужем никак не отразится на дальнейшем трудоустройстве ребенка, ведь тогда один из родителей будет уголовно ответственный, и то есть о трудоустройстве в госучреждении можно будет только мечтать. Я бы здесь сказала, наверное, забыть. Не мечтать. Вероника такой вопрос задала. То есть вот, пожалуйста, 90-50 тысяч за должность. Работать официально не собирается, алименты не платит второй год. Ну, если такой нерадивый отец не платит алименты, и уже которое время не заботится, не интересуется, говоря о ребенке, в случае привлечения его к уголовной ответственности, соответственно, будет судимость. В последующем она, в случае, если, как говорит, человек осознает, дабы больше не будет подобного совершать правонарушения преступления, противоправного действия, то есть судимость будет погашена. Но, однако же, в случае поступления в государственные учреждения проводится проверка по родителям. Вполне возможно. О чем Вероника и говорит, за что она и боится. Если же отец совсем не интересуется судьбой ребенка, почему бы его не лишить родительских прав в таком случае? Если имеются основания, то есть если он... А неуплата алиментов, это является основанием для решения родительских прав? Одно из оснований. Одно из оснований есть, да? Ну, тут выбирать, либо нужен такой отец, либо что. Веронике, по крайней мере, дали пищу для размышления. Выбор есть. Выбор есть, да. Вот еще один вопрос. Если вот мы говорили, да, судебные приставы не только приходят в квартиру, описывают имущество, забирают имущество, взыскивают долги и так далее. Есть еще одна из таких мер, это как арест счетов и так далее. То есть потом, вот многие жалуются на то, что арестовывают быстро, допустим, счет, а восстанавливаются это долго. Почему это так происходит? У нас при возбуждении исполнительного производства, после, как говорится, добровольной дачи для добровольной оплаты, у нас проводится проверка, то есть розыск счетов. Розыск счетов по Башкирии, у нас по республике нашей, по много, большое количество банков, у нас уже заключено соглашение по электронным взаимодействиям, по электронным документам оборота. И оно совершается, то есть это розыск счетов, он, в течение нескольких дней к нам приходят сведения о счетах, принадлежащих должнику. Банками при получении постановлений, при получении таких решений об аресте, нападывается арест, то есть замораживается счет. При списании, то есть решении о списании, списываются денежные средства. В последующем, то есть снять арест со счета, ну оно занимает некоторое время технически, оно только, у нас все это на стадии, то есть установки, обработки, отработки, вот, поэтому возникают технические проблемы. Больше они, наверное, со стороны банковских учреждений, то есть где счета, да, они действительно при направлении на арест счетов, они... Задача-то какая? Оперативно сработать, действительно, чтобы, потому что деньги, движение денежных средств, оно же постоянное по счету, может быть, если чуть опоздать, то есть... Деньги ушли со счета. Деньги ушли, вот. А вот снять, это в порядке очередности, может, поэтому, наверное, возникает. Это одно из, как говорится, оно накладывается друг на друга, да, действительно может возникать такие вот технические проблемы, но это нужно разбираться, это действительно нужно прозванивать, это действительно дублировать, нужно регистрировать, направлять, отслеживать. Отслеживать. Это занимает время, вот, к сожалению, как говорится, но... Но, с другой стороны, мне так понятно, ты, если допустил, по крайней мере, то, что за тобой заинтересовалась служба судебных приставов, и ты уже, значит, где-то запустил свои дела, то, что счет арестовали, а потом, ну, надо приложить какие-то усилия для того, чтобы это все восстановилось, действительно. Ты знаешь, как с правом на ошибку, да? Еще раз хотелось бы повторить, да, что ждет на неплательщиков за то, что они не платят и так далее. Кроме того, то, что к вам придут судебные приставы, там, если уже дело дошло до взыскания, там, и так далее, что еще? Ну, как я уже сказал, вот эти вот меры обеспечительного характера, меры как побудительного характера, это и арест имущества, арест счетов, запреты на регистрационные действия счетов, то есть эти имущества, и привлечение к административной ответственности, привлечение к уголовной ответственности. То есть мер воздействия предостаточно в службе судебных приставов на должников. Поэтому вот хотелось бы пожелать просьба жителям нашего города быть, как я уже повторюсь, быть ответственными, быть предусмотрительными. Потому что вот если гражданин является ИП, то он знает, что в определенное время, в определенные сроки он обязан уплачивать страховые взносы. Если у него есть имущество, автомобиль недвижимый, который налогооблагаемый имуществом, он обязан платить налоги. Если он взял кредит на тех условиях, которые тогда его устраивали, то своевременно вносить платежи, оплачивать этот кредит, то есть не доводить до той ситуации, когда на принудительное исполнение поступают документы в службу судебных приставов. Потому что это влечет за собой негативные последствия в том плане, что дополнительные материальные затраты, расходы, все это ложится на плечи должника. Каждый житель может узнать свои долги или долги своих близких, родных на официальном сайте управления по республике, ОПСП, по РБ. Там есть такая как вкладка «Банк исполнит производство», где введя фамилии, имя, отчество и дату рождения, можно узнать о своих долгах. Если вдруг забыли какие-то долги, да? Хочешь узнать, являешься это злостным платежиком? Зайди. Официальный сайт управления Федеральной службы по республике Башкортоска, ОПСП, по РБ. В поисковике можно любые, то есть, как говорится, можно найти, это несложно. Узнать свои долги и сразу же туда первая ссылка пойдет. Спасибо вам большое за то, что пришли. Мы пришли, разъяснение дали, по полной причем. Теперь уже даже послушав вас, хочется уже просто на всякий случай заглянуть на этот сайт и посмотреть, есть ли вдруг долги или нет. Спасибо вам большое, удачного дня мы желаем. Ну и, конечно, будем ждать вас еще к нам в гости. Спасибо вам огромное за приглашение, за предоставленную возможность, как говорится, у вас в программе выступить. И с удовольствием приду еще раз.